Сегодня во многих городах проходит экологическая акция «День без автомобиля». Владельцам машин экоактивисты предлагают отказаться от личного транспорта хотя бы на сутки. Как альтернативу можно использовать велосипед или самокат. Простейшие двухколесные средства передвижения этим летом в Новосибирске приобрели большую популярность. Сколько стоит купить самокат и как его можно взять на прокат, об этом София Яковлева. Юра готовится к соревнованиям. Он осваивает трюки последние пять месяцев. Говорит, что есть успехи. А счет занятий помогли ему найти новых друзей. Увидел у друзей, как они трюки делали и попросил родителей на день рождения самокат. Трюковые самокаты стоят от 3,5 до 20 тысяч рублей. Электросамокаты гораздо дороже. Их цена может достигать и 40 тысяч. Такая покупка не всем по карману, а потому большую популярность набирает пункты проката. Контингент разный. Но это и молодые люди, и взрослого поколения. То есть много приходят с семьями, с детьми, катаются вместе с детишками. Есть и молодые большие компании, есть пары. Вот одиночных прокатов очень мало. Мало кто приходит один, но, видимо, скучно одному кататься. Грузоподъемность самоката около 100 килограмм. Два человека одновременно ехать не могут, исключение маленький ребенок. Самокат с места не едет, это было бы небезопасно. Нужно сначала оттолкнуться, и только после этого нажимаем на курок газа. В случае, когда слабо отталкиваются, жгут на газ, он не едет. Просто курок газа отпустили, еще раз подтолкнули, все нужно. Все, пробуйте, хорошо, оттолкнуться. Спасибо. В будни один час аренды стоит 300 рублей. Взять самокат на целый день можно за 1200. Выходные цены на 100-200 рублей выше. Арендовать электросамокат можно и через приложение, но такие парковки есть только на правом берегу. Мы ищем по карте ближайшие скутеры, сканируем код и начинаем поездку. А, он не едет. Чаще всего самокаты арендуют для прогулок по городу, посмотреть достопримечательности в центре или проехать по набережной. Сейчас любители этого средства передвижения ловят последние погожие дни. Сезон заканчивается. Зимой электросамокаты можно переделать в небольшие снегоходы, но батарея часто не выдерживает сильных морозов, поэтому в аренду будут сдавать квадроциклы и сноуборды. После завершения поездки можно оставить самокат на любой из парковок, отмеченных на карте, и пристегнуть замком. София Яковлева, Сергей Хлопов, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова